расскажите про случай жизни серии а так это была не шутка это случилось примерно через месяц после нашего расставания еще до развода но я уже не жил дома мой парень переезжает ко мне его зовут фрой сука фрой меня зовут рой ты серьезно не переживай чел она просто не потянула тебя и перешла на подделку уверен что они с фроем будут жрать батончики кит карт и смотреть шмстителей на своем телевизоре сорни сидела я как-то раз ела мороженое в кафе в заведение зашел какой-то старик посмотрел на меня и сказал о выглядит вкусно пойду возьму ложку я улыбнулась и неловко рассмеялась но спустя пару минут его гребаная ложка реально оказалась в моем мороженом одна пожилая женщина спросила меня когда у ее собаки отрастет нога после ампутации я когда брал себе из приюта трехногую собаку спросил то же самое но в шутку дождался самого конца процесса когда нас спросили если у нас еще вопросы да сколько времени потребуется чтобы у нее отросла нога вы бы видели лицо этой женщины мы почти сразу же рассмеялись чтобы она поняла что мы шутим я работаю в гостинице у нас есть одна постоянная клиентка которая частенько пользуется нашими услугами но обычно она бронирует номер заранее у нее есть свой любимый номер в котором она всегда старается остановиться как-то раз она пришла и попросила дать ей номер у нас были свободные номера но тот который она хотела был занят тогда она сказала а ну позвоните гостям этого номера и скажите им съехать чтобы я смогла туда заселиться я всерьез подумал что это шутка и подыграл ей сказав а сейчас все решим в это время я вводил ее данные в компьютер но тут вдруг она спросила а вы не собираетесь им позвонить кому позвонить тем гостям в том номере чтобы я могла туда заехать а так это была не шутка я сказал ей что мы так не делаем но если она хотела именно этот номер то ей нужно было бронировать его заранее а сейчас у нас есть для нее номер который может быть ее не устраивает но это все что вы можем предложить на данный момент а гостей выселять никто не будет она чуть ли не опешила от этого но я сказал ей что если она не желает заселяться в номер которые я и предложил и я больше ничем не могу помочь после этого она всегда звонит заранее и бронирует номер. Но в каком же я был в шоке с того, что она реально пыталась выселить гостей из занятого номера, чтобы самой в него заселиться. И это была не шутка. У меня был сосед, одинокий мужчина, лет сорока, разведенный. У него была дочь-студентка, которая периодически жила у него. В один из выходных дней у них было что-то вроде семейного мероприятия, и я увидел, как он разговаривает с другими людьми на заднем дворе. Через некоторое время я подошел к его дому, чтобы попросить у него что-то в долг. Дверь открыла его дочь, и я спросил, может ли она позвать своего отца. Она сказала, что ее отец умер. А я просто хихикнул и сказал, ага, конечно. Она посмотрела на меня, повернулась, заплакала и ушла в дом. После чего ее мама и его бывшая жена сразу же вышла на улицу и увидела, что я стою в полном шоке, растерянный. Я стал извиняться. Женщина была очень мила со мной, сказала, что это произошло только что, и это был первый раз, когда дочери пришлось открывать дверь самой. Оказалось, сосед покончил с собой. Конечно же, я почувствовал себя ужасно, продолжил извиняться. Я был уверен, что только что видел его, и мне показалось, что дочь сообщила об этой новости как-то слишком непринужденно. Оказалось, что тот, кого я видел на заднем дворе, был его братом, очень похожим на него, а вся семья собралась у него дома на похоронах. У меня есть родственник, которому мы очень помогли, когда они с семьей переехали в нашу страну. Записали его ребенка на спорт, помогли с переездом, одали им мебель, обогреватели, когда у них дома было холодно и т.д. и т.п. Моя беременная жена собирала кровать его отца, пока тот был на работе. Как только он встал на ноги и нашел друзей, он меня бросил. Не звонил, не писал, пропускал дни рождения моих детей, даже ни разу не пригласил выпить чаю. Недавно он позвонил и пытался продать мне машину. Потом начал говорить о том, что хочет переехать в другой город. Мне стало интересно, где он собирается взять на это деньги, но в целом я сказал ему, да, я слышал, там классно. В итоге он сказал, что хочет, чтобы я дал ему денег на первоначальный взнос и или чтобы я стал его поручителем по кредиту. Ага, прикиньте. Вежливо ему отказав, сославшись на то, что мне нужно помогать отцу, я получил в ответ, ладно, не буду тебя задерживать пока. Сын моей соседки, мы все знакомы уже 20 лет, после того, как устроился на свою первую работу, захотел купить себе очень дорогую машину. Его мать набралась смелости и спросила мою маму, сможет ли она стать поручителем по кредиту. Она не шутила. Сидели как-то дома у коллеги, играли в покер. Один чел спросил, где туалет и ушел. Вернулся через несколько минут, а хозяин спрашивает, ты че, реально посрал у меня дома? Мы все поржали и вернулись к игре. Но чел не шутил. Ему искренне не понравилось то, что кто-то воспользовался его туалетом, чтобы посрать. Он сказал, что это очень невежливо и что нужно было подождать до дома. Почему-то я всегда чувствую себя виноватым, если мне приходится идти на толчок у кого-то дома. Но я совершенно не против, если кому-то нужно посрать у меня. Работаю в магазине каталогов в Великобритании. Принцип у нас такой, вы выбираете товар по каталогу, а мы привозим его вам со склада. Как-то раз к нам заявилась одна дамочка и решила заказать самый крупный товар, который мы храним в магазине. Сарай. Да, он не очень большой, но все же это сарай. Хорошо, мэм, назовите мне регистрационный номер вашей машины. Я скажу охранникам, чтобы они пропустили вас к заднему двору магазина. Припаркуйтесь в пятом отсеке, и мы отгрузим его для вас. О чем вы говорите? Вам нужно припарковаться сзади, чтобы мы могли погрузить его в вашу машину. У меня нет машины? А, ну у нас есть номера телефонов некоторых служб доставки и перевозки. Подсказать вам? Нет, просто вынесите его сюда, кит его донесет. Она указывает на сидящего в другом гонце комнаты грузного мужчину лет 50. Тот машет рукой. Мэм, это постройка. При всем уважении к вашему мужу, он точно не сможет сам никуда его отнести. Она начала злиться, потребовала, чтобы мы вынесли сарай к ней. Мы так и сделали. Чтобы его поднять, нам потребовалось трое человек. Нам удалось впихнуть его в грузовой лифт по диагонали, а когда мы принесли его ей, она сказала. Господи, что это такое? Это ваш сарай, мэм. Мой кит не сможет его унести. Да что вы говорите? Хотите, я вызову вам службу доставки? В итоге она вернула деньги и ушла. Готовимся к автомобильному путешествию. Несколько машин, не все друг друга знают. Он. Нам нужно обменяться номерами телефонов на случай, если мы разменемся. Я. О, у меня есть твой номер, я взял его у Дэна. Ща наберу тебе, чтобы у тебя был мой. Звоню ему и кладу трубку, как только телефон начинает звонить. Он. Хорошо, понял, давай теперь я тебе наберу, чтобы у тебя тоже был мой номер. Я. Что? Он звонит мне. Я. Непонимающий взгляд, ЖПГ. Он. Звонок прошел? Я чуть опоздал на рабочее совещание по скайпу. Попросил рассказать о том, что уже успели обсудить. Один из моих коллег, который обычно любит пошутить, ответил. Ну, начальница рассказывала всем о новом требовании соблюдать рабочую форму, даже когда мы работаем из дома. Я разразился хохотом, вытирая слезы с глаз. Говорю. Алекс, это просто умора. Ты только представь, если бы мы реально сидели дома в форме. Никто почему-то больше не смеялся. У нас на удаленке даже камер нет. На кой хрен нам вообще носить униформу, работая из дома? Мы колд-центр. В свое время я работал в крупном банке, который около 10 лет назад выкупил другой, поменьше. Но все равно довольно крупный банк. После этого к нам пришел один очень возмущенный парень, который был сильно зол на нас из-за того, что мы не прислали ему новую дебетовую карту с логотипом нового банка. Банк специально сделал так, чтобы старые карты продолжали работать до истечения срока их действия. Он сказал нам, что это позор. Не могу же я быть единственным человеком, который этим возмущен. Да, дружище, ты один такой. У меня был друг с очень странным чувством юмора. Однажды утром, несколько лет назад, он написал в нашем чате что-то вроде «XX555TT4EEXXTTRSFF», билиберда, которая набирается, если случайно сел с жопой на телефон, а через некоторое время написал «Сори, у меня случился инсульт». Именно так бы он и пошутил, извиняясь за нелепое сообщение, на что я ответил «Не парься, просто завязывай бухать на работе». Оказалось, что у него реально был обширный инсульт, и он попал в больницу, где пытался писать смс только правой рукой. При этом на нем был пульсоксиметр, у него случился паралич всей левой стороны, и это чертовски грустная история. А еще я в тот день чувствовал себя реальным мудаком. Я был на неформальной встрече с человеком, с которым у меня был совместный проект. Мы оба были индивидуальными предпринимателями и работали в одной отрасли, поэтому наши встречи проходили в очень непринужденной атмосфере. Он, здоровый, активный человек в возрасте 60 с чем-то лет, начал в шутку говорить со мной и клиентом о своей скорой кончине. Учитывая, что у него странное чувство юмора, и он часто шутит на странные темы, я улыбнулся и вежливо посмеялся. Тогда он и наш клиент остановились, посмотрели на меня и сказали «Ой, а мы вам не сказали». Далее они начали рассказывать о том, что у него были странные приступы афазии, что ему становится все хуже, и они думают, что ему осталось жить всего пару лет. На меня будто вылили ушат ледяной воды. Встреча быстро закончилась, и я остался с ужасным чувством на душе. Это было около 6 лет назад. Ему удалось поставить диагноз редкой формы эпилепсии. Врачи выписали лечение, и насколько мне известно, с тех пор у него не было ни одного приступа. Он до сих пор шутит свои странные шутки. Осенью 2020 года я начал работать в колледже тренером по баскетболу. На второй день работы одна из девушек заболела и пошла к врачу, чтобы узнать, нет ли у нее коронавируса. После этого она встретила меня и главного тренера и сказала в шутку, по крайней мере я так думал, ну ковида у меня нет, но я беременна. Я посмеялся, думая, что она шутит, но она была абсолютно серьезная. Я работала в Starbucks. Как-то раз клиент попросил карамельный Мадагаскар. Я рассмеялась, думая, что он прикалывается, и повторила правильно, карамельный макеато. Он не прикалывался, чувак назвал меня пафосной за то, что я произнесла правильное название напитка и сказал, что нам пора перестать использовать трудно читаемые названия. Мой брат сказал мне, что я должна попросить отгул на выходные. Это был четверг, потому что он женится. Из-за беременности его несовершеннолетней невесты. Когда я сказала, что мне нужно предупреждать начальство об отгуле хотя бы за месяц, он предложил мне просто уволиться с работы. А до этого он не разговаривал со мной в течение месяца, потому что я не понравилась его тогдашней невесте. Она думала, что я пытаюсь увести у нее своего брата. Мой начальник отнесся к моей ситуации с пониманием, так как последние несколько лет я была образцовым сотрудником. Мне дали выходной. В субботу утром я увиделась с братом и спросила его, уверен ли он в своем решении. Он сказал, что я больше не приглашена на свадьбу. Через год они развелись. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео расскажите про случай из жизни из серии А. Так это была не шутка. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok